Всем привет! С вами команда Fusion Technologies. Сегодня мы рассмотрим пробный набор по созданию матриц, с помощью которого можно будет делать вот такие вот изделия. В набор входит матричный гель-коут, резиновые перчатки, разделительный воск, мастер-модель в виде машинки, набор циклоткани, резаная циклоткань, спененный ПВХ-пластик, кисточка, суперклей, салфетка, смолака да и отводитель 45М и шпатель. Первым делом нужно сделать оснастку для матрицы. Для этого используем ПВХ-пластик и суперклей. Деталь, которую будем копировать матрицей, нужно установить на ПВХ-пластик. Для этого края детали проклеиваем клеем и прислоняем по центру к основанию. После того, как на основание приклеили деталь, которую будем копировать, делаем отбортовку. Тоже при помощи пластика. Теперь нужно нанести разделительный воск. Открываем салфетку для обезжиривания. Открываем воск и начинаем растирать по всей поверхности. Промежуточная сушка 30 минут. Каждые 30 минут нужно будет слой располировать. Нужно нанести будет 4 слоя. После этого приступим к дальнейшим действиям. После высыхания последнего разделительного слоя можно наносить гель-коут. Гель-коут мы за кадром уже разлили по стаканчикам, чтобы было удобнее наливать в емкость для смешивания. Так вот выглядит смоляная часть и отвердитель. Соотношение 100 к 70. Начинаем со смоляной части. На массу 120 грамм по соотношению к 170 отвердителя нужно добавить 84 грамма. Так как гель-коут очень густой, его трудно размешать со стенок. Вот видно непромешанные части. Для того, чтобы их случайно не зачерпнуть кисточкой, мы большую часть размешанного гель-коута сливаем в другую емкость. После того, как размешали гель, можем наносить его на саму оснастку. Особое внимание уделяем местам, где есть острые углы или прямые углы, так что гель везде проник. Когда гель-коут стал состоянием на отлип, нужно в следующем этапе нанести так называемую кашу. Это рубленое волокно в перемешку со смолой. В размешанную смолу кидаем рубленое волокно и смешиваем так, чтобы получилась густая масса. После этого руками зачерпываем кусочек ткани и начинаем распределять по оснастке. Делаем не очень толстый слой, где-то примерно миллиметра два по ощущениям. Особенно уделяем внимание углам, чтобы там не оставалось лишнего воздуха. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий этап это покрытие каши стекловолокном, стеклотканью вернее, ткань трех видов. Плотностью 20, 300 и 350. Сначала выкладываем самую тонкую. Это делается следующим образом. На какой-то рабочий участок виден, например, стекла или какого-то стола, который не жалко запачкать. Выкладываем вот такие кусочки ткани. Сверху поливается смолой. И все это дело размазывается шпателем. Этот слой ткани мы выкладываем на кашу, не дожидаясь, когда здесь будет состояние отлипа. Прямо по порядку начинаем, начинаем выкладывать. Выдавливаем все пузырьки. По максимуму. Их введем в кусочки друг на друга в небольшой наплёс. После ткани плотностью 20 идет ткань плотностью 300. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий слой идет ткань плотностью 350 грамм. Это будет финальный слой ткани. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Места, где матрица имеет вот такие острые луны, здесь дополнительно проложим кашу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как укрепили углы, выставляем высыхать матрицу на сутки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, готовая матрица. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом видео мы рассмотрели самый простой и быстрый способ по созданию матриц. Этот набор можно приобрести у нас в магазине. Также этот набор хорошо сочетается с другим нашим набором по лакуной инфузии, так как вместо стеклянной основы можно будет использовать композитную основу. Если у вас появились какие-то вопросы или пожелания, пишите комментарии, с удовольствием вам ответим. Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова